Друзья, это вновь Prodexpo 2021 и у нас поток интересных спикеров и информации. Здравствуйте, представьтесь и какую компанию вы сегодня представляете? Здравствуйте, меня зовут Руслан, представляю Sensory Lab, являюсь исполнительным директором, занимаемся тестированием продуктов питания. Вот я вкратце очень послушал, что вы делаете и понимаю, что это целый мир, который неизвестен еще людям. Люди кажутся, что сделал продукт, пустил его в массы и люди уже его покупают, либо им нравится, либо не нравится. Но вы, получается, совмещаете все так, чтобы продукт максимально отвечал требованиям потребителя. Вот расскажите немножко об этом. Да, мы формируем глубокую потребительскую историю. Во-первых, начинаем мы с упаковки. Упаковка, в первую очередь, это инструмент продажи, то есть то, на что человек в первую очередь обращает внимание и что мотивирует его к покупке. И формирует ожидания относительно продукта. На втором этапе это тестирование рецептуру самого продукта, потому что мы сформировали ожидания упаковкой. И для того, чтобы наш потребитель остался лояльным, эти ожидания, они должны смачиться с органолептикой, со вкусом, с ароматом непосредственно самой упаковки. И на этом этапе мы даем очень глубокую потребительскую историю относительно органолептики, нейрофлевористики, которая есть формы самой и непосредственно самого аромата. А что самое интересное, мы анализируем и послевкусие, то есть относительно классических продуктовых тестов. Наш респондент, он изолирован, на него никто не влияет. Он нам не врет, так как мы используем инструментарий нейрооборудования, это Г-шапочка и полиграф. И мы проводим опрос не постфактум, а в режиме реального времени. Вот. Это, ну, что самое интересное, что мы научились делать, это совмещать сенсорные свойства продукта. Если мы упаковкой там сформировали ожидания, есть форма, есть вкус, есть аромат и есть цвет. И если вы разрабатываете свой новый продукт, у вас уже есть вкус и у вас уже есть аромат. Для того, чтобы продукт полностью соответствовал ожиданиям, нужно подобрать еще и цвет. То есть есть две сенсорных составляющих, и мы научились бессознательно подбирать все вот эти параметры. Еда 3.0. Слышали, что такое? Я думаю, наши зрители слышали. Я нет. Еда 3.0 – это когда это будущее поколение продуктовых тестов и будущее продукта, когда продукты питания будут создаваться на основе нейрофизиологических данных. Каждого непосредственного человека? Групп людей, категории людей, то есть потребителя. То есть глубокая потребительская аналитика. Если раньше вы идете в магазин с одеждой и ищете полочку со своим размером, то в скором времени вы будете приходить в продуктовый магазин и находить полочку непосредственно для своей касты людей, вашего какого-то там физического развития и покупать такую еду. Да, в соответствии с потребностями и ценностями потребителя. То есть это когда он очаровался упаковкой, она закрыла все его потребности и сформировала те ожидания, которые он имеет, это представление. То есть мы уже совершили первый шаг для вовлечения нового потребителя в этот продукт. Он пришел домой и он получил удовольствие, потому что сформированные ожидания соответствовали с текстурой, с формой, с ароматом и со вкусом. И он навсегда стал вашим. Это очень интересно, что какая-то сфера очень сильно изучается, когда мы еще не знали, что это очень важно. Получается, где-то в ваших закромах, в ваших зданий сидит бедный человек, закрытый от всего мира, чтобы на него ничто не влияло, на нем полиграф, и он кушает какой-то продукт, кренделек или мороженое, и при этом все данные считываются, и он не может вам соврать, и вы и так собираете данные о его экспириенсе, о том, что он сейчас вот кушает? Ну, он не сидит в катакомбах, он сидит в нашем уникальном лабораторном комплексе. Да, есть инструментарий, есть полиграф, есть ЭГ, который помогает нам глубже анализировать сам процесс потребления продукта, и мы все это фиксируем. И да, людей для того, чтобы получить точные данные для производителя, для принятия решений, за счет того, что нам не врут, нужно меньше. Спасибо огромное, это очень интересно. Я желаю вашей компании процветания, потому что, скорее всего, это приведет нас на новый уровень потребления. Спасибо большое. Спасибо вам.